Русские новости Живем мы в почти что библейские времена Настолько остро стали проблемы мировоззрения, проблемы выживания С чем мы проводим свою жизнь, с какими представлениями об окружающем мире, о других людях, о самих себе Никакого закона в России нет Есть закон для граждан, которых заставляют его исполнять Зверский, русофобский, вредоносный закон Он не позволяет нам выживать А для тех, кто эти законы нам устанавливает Нет вообще никаких законов, ни божеских, ни человеческих Это поистине сатанисты, пришедшие к власти Поскольку Россию мы не делим теми границами, которые придумали для нас большевики А потом подтвердили так называемые демократы, эльцинисты, путинисты То мы, конечно, смотрим за тем, что творится в соседних государствах Славянских государствах, на тех землях, которые наши предки завоевали для нас И ужасаемся тому, что происходит там Глубочайшей деградацией, которая охватывает не только мировоззрение, но и те властные органы, которые русские люди терпят над собой И в соседней братской Украине, где подавляющее большинство людей говорит на русском языке И мы их считаем русскими Терпят над собой совершенно безобразный политический режим И народческий во всех отношениях режим Порошенко И вот этих бандитов, которых Порошенко выпустил на волю и позволил им стращать все русское население По всей Украине так называемые добровольческие батальоны Вот эти ублюдки, я их только так и рассматриваю Это никакие Вот это вырусь Даже если там есть люди русского происхождения, то, конечно, это вырусь Выродки И так называемый правый сектор и прочие организации Русофобские, антиправославные, антирусские Мы, конечно, не можем никак им сочувствовать Это то, что подлежит уничтожению, физическому истреблению по возможности Перевоспитывать там уже некого Вот эти все ублюдки выпущены на волю И русские почему-то их стали бояться Ну, конечно, это вооруженные люди Что против них скажешь, если у тебя оружие отобрано, а у них оружие есть И они могут войти, так как раньше входили в русские хаты большевики с револьверами Какими-нибудь там недоучившиеся студенты И отбирали все А если кто-то возвышал свой голос против, то получал пулю в лоб То есть это те же самые большевики Ровно теми же самыми методами и действующие И точно так же торгующие русской землей, как им вздумается И вот теперь Порошенко выдумал переселение в Херсонскую область Турок-месхитинцев и вообще турок Договоренность возникает о том, чтобы русские земли были переданы и народцам И, конечно, это не может не вызывать возмущения И российский официоз тоже возмущается Но у них это экспортное возмущение Если посмотрим на Российскую Федерацию Здесь российские земли раздаются кому ни попадя Во-первых, в управление Русью правят нерусские люди Не только в Кремле, но и на местах Везде, всюду ставят нерусских людей Они говорят по-русски, но оккупанты тоже могут Овладеть языком оккупированного народа Вот эти оккупанты на местах Тоже продолжают истребление и изничтожение всего русского Ну, скажем, возьмем Дальний Восток Разве это не уступка Когда китайцам передаются огромные территории Для ведения сельского хозяйства Когда принимается закон об территориях опережающего развития Которые же тоже предполагают сдачу огромных территорий В управление корпорациям Которые возглавляются, конечно же, тоже абсолютно нерусскими людьми Которым судьба России и русского народа вообще ничто Им главная прибыль Для русского человека такой установки быть не может Чем бы он ни занимался Русский бизнесмен не может ориентироваться исключительно на прибыль Это нам рассказывали либеральные выродки с конца 80-х годов Как будто бы бизнес, предпринимательство Это есть извлечение прибыли Это полная ерунда Ничего общего с русской традицией предпринимательства это не имеет Это там миллионщики всякие, жулики, спекулянты и так далее Вот это для них самое главное извлечение прибыли В русском государстве этих людей сажают в тюрьму И если в России будет установлена русская государственность То все эти люди будут сидеть в тюрьмах А в нерусской государственности, ну как это же Ближайшие союзники на недействующего режима Потому что именно для них этот режим и создан Подавление в России всего русского И выращивание вот этой ростовщической группировки Российские власти так и заявляют Российская банковская система устоит в любом случае То есть Россия рухнет, банковская система останется Почему? Потому что она не русская, не российская Не ориентирована на русские интересы Ну и вот эта офшорная аристократия тоже останется Помните, как Путин говорил Замучаетесь пыль глотать Это у него был какой-то такой приступ Видимо ему очень не понравилось Что много конкурентов у него лично И его ближайших друзей появилось в офшорах И вот тогда он сказал Выводите из офшоров и такую угрозу Замучаетесь пыль глотать Ну те, кто был посвящен в замыслы Путина Конечно не испугались Наоборот обрадовались Потому что испугались другие Кто по мелочи пытался спрятать от бюрократии Свои капиталы от разграбления Вот те испугались Ой боже мой, сейчас Путин нас начнет прессовать И вообще офшорный бизнес будет свернут Но он не был свернут Он не был свернут Наоборот Главный источник доходов Для вот этого окружения Путина Как выяснилось это офшоры И сейчас вот Ну не бог весть что конечно Так поэлементно восстанавливают Преступную деятельность Путина И его шайки Наши зарубежные так называемые Доброжелатели, заклятые друзья Ну вот в данном случае Уличили там Не бог весть как Путина в причастности к офшорному бизнесу Не нужно об этом говорить Потому что это не стоит даже выеденного яйца Эти письма издалека Совсем не от наших друзей Мы и так знаем достаточно Чтобы говорить о преступности Ныне действующего режима О том что этот режим истязает Россию Грабит ее И главарем этих бандитов Является Владимир Путин Разве мы об этом не знаем Ну те кто сошли с ума И вообще не способны воспринимать действительность И те кто куплены этим режимом Для того чтобы обложить О величии незабвенного Владимира Владимировича Который у нас корифей всех наук Этот неуч Который никогда не учился ничему И вообще никогда ничего не знал Он оказывается у нас корифей всех наук Но вот эти прославители Путина Они конечно безнадежные В общем кроме народного суда Над этими людьми Ничего другого быть не может Ну может быть еще Психиатрическая экспертиза А все остальные прекрасно знают Что происходит в нашей стране Тут не нужно быть семипядей во лбу Чтобы там открывать Где какие счета там у кого были Это дело правоохранительных органов Дело следствия Мы не следователи чтобы выяснять На каких счетах у Путина Его семейки Его ближних друзей По детскому горшку Какие суммы размещены То что грабят страну И вывозят все за рубеж И складывают в свои собственные кубышки Мы в этом сомневаться не должны Мы это прекрасно видим По всем поступкам По всей деятельности И распродают землю Вот Порошенко Да у него нет бюджетных поступлений Да ему самому не хватает Плюс к тому еще Зарубежные его хозяева Требуют какой-то деятельности Ему на эту деятельность нужны деньги Вот он договаривается с турками О сдаче русской земли Ну а Путин это просто делает Ему не надо ничего делать официально Он уже заселил Россию народцами Вот русская земля Менее принадлежит теперь русскому народу Потому что сюда переселились Как минимум 15 миллионов инородцев Где они? Конечно они сидят на земле Они занимают жилые помещения Они занимают землю Они ведут какую-то деятельность Вытесняя русских с доходных мест Поэтому даже студент Вроде взрослый человек Он должен зарабатывать себе на жизнь Ему на жизнь не дают Вот когда я был студентом в советское время Конечно стипендия была достаточно маленькая Но все-таки можно было хоть как-то прожить Пропитаться Плюс тебе давали общежитие В общежитии какая-то инфраструктура Которой ты пользовался бесплатно Мог там пойти помыться, погладиться И провести досуг Хоть что-то было Сейчас нет ничего И стипендия это вообще фикция И студенту тогда что? Идти разгружать ночью вагоны А там нет уже все, там все занято Мести по утрам улицы Вместо дворника Нет, тоже все занято Вообще везде все занято Попробуйте летом устроиться куда-нибудь на работу Раньше мы ездили в стройотряды, зарабатывали И это была государственная политика Сейчас ничего нет Ну вроде как они там имитируют Якобы есть стройотряды Поверьте, это вранье Это привычка ныне действующего режима Выстраивать фасады Вот фасад построили, покрасили Написали там всероссийский стройотряд Ничего нету кроме фасада Раздадут какие-нибудь там значки, вымпелы Кто-то выступит по телевидению И тишина Ничего нету, ничего нету Вы не сможете заработать себе на жизнь студенты Потому что ныне действующий режим специально действует именно так Вас должны кормить родители А родители откуда деньги возьмут А если у родителей нет денег Значит вы и учиться не сможете Потому что вам еще платить за обучение надо А не то что стипендию А дальше вы закончили вуз Вот всеми правдами и неправдами Откуда-то накопали денег Вот вы закончили вуз Дальше что? Куда вы работать пойдете? Везде все занято И рынок схлопывается, экономика сжимается Работать вам негде По специальности вы работать не будете Ну по крайней мере половина студентов Работать по специальности не будет наверняка Просто не найдет работу И как бы вы не повышали свою квалификацию Ничего не получится Нет Все решает рынок Это все придумали в Кремле И говорят Это все ваше Мы тут будем управлять государством А вы управляйте сами собой То есть они отдельно А мы отдельно Мы свои проблемы решаем сами с собой Никакой помощи от чиновников нет И быть не может Они это объявили Это их политика И есть они А тогда есть вообще государство? Я спрашиваю Я отвечаю Нет, уже нет государства РФ это не государство Не государство И задача русского движения Биться за государство Просто за восстановление государственных институтов Чтобы они действовали Государство это прежде всего работающий закон И верное этому закону чиновничества Ничего подобного Российской Федерации нет Напротив идет систематическое уничтожение Вот сейчас Путин создал так называемую национальную гвардию Мы говорили об этом давно Национальная гвардия это горячий резерв Это люди которые призываются в течение короткого срока Случа чрезвычайных ситуаций Это объединение граждан готовых выступить на защиту своего отечества В какой-то сложной ситуации Локально или глобально во всей стране Сейчас из кого создается национальная гвардия Что в ней национального? Это антинациональные силы Сгребаются все вместе Внутренние войска Которые конечно были враждебны всему Что в России есть русского Они для этого и создавались Чтобы выступать против русской сущности России Это полицейские силы С тяжелым вооружением На тот случай Если русские наконец восстанут И начнут сметать этот режим Вот тогда против них все эти тяжелые вооружения И должны были быть использованы Теперь туда же вливается ОМОН, СОБР И бог еще знает что И это все называется национальной гвардией Это не национальная гвардия Это отряды, каратели, эскадроны смерти Направленные внутрь страны На уничтожение русской России Никакой другой функции У этих бандформирований быть не может Это самые настоящие бандиты Они не несут никакой позитивной функции Ну якобы они там будут во взаимодействии с МВД работать Это ложь Это ложь И мы сто раз видели эту ложь Вот сейчас заметили Внимательные наблюдатели Что Путин постоянно принимает какие-то решения Формирует, расформирует Ну у него так мозг устроен Он топчется на месте, он не может работать Там нет никакой творческой составляющей Головка маленькая, организм тщедушный И там все время копошится одна и та же мысль И поэтому он, госнаркоконтроль То подчиняет МВД, то отнимает МВД И федеральную миграционную службу То подчиняет МВД, то забирает из МВД И вот эта вот чехарда годами ведется Проходит пять лет Это голова уже перестает помнить Какие решения предпринимались И принимаются другие, прямо противоположные решения Вот сейчас это нацгвардия Пройдет несколько лет И если это существо останется у власти Он вдруг подумает Знаете, что-то как-то, что-то не то Что-то не то происходит Давайте мы расформируем Расформируем и снова что-нибудь передадим в МВД И вот это уровень управленческой работы в России И это уровень решений Собрать вместе, разобрать по отдельности Снова собрать, подчинить, переподчинить Они не знают, что делать У них нет никакой концепции государственности Потому что это не государство И президент это не президент И правительство у нас не существует И губернаторы это просто варьё И больше никто Никаких других функций они не несут Кроме как разграбить свой собственный регион Организовать свою микроолигархию И высосать все соки Другого ничего нету Потому что нет никакой ответственности власти А Кирилл Барабаш, Юрий Мухин Под следствием в тюрьме сидят Один в тюрьме, другой под арестом И другие тоже находятся под следствием Под арестом Потому что нельзя провести референдум Об ответственности власти Причём о такой ответственности Которая бы отбивала охоту Нарушать закон И нарушать национальные государственные интересы России Что это за власть? Это власть сатанинская В полном смысле слова Захватническая, бандитская, антирусская Если это так То мы этой власти подчиняться не должны Не обязаны Мы не обязаны ей Никакими своими волевыми усилиями В её поддержку Поэтому всеми возможными способами Мы должны уклоняться от того Чтобы с этой властью Каким-то образом сотрудничать А это означает Что мы ни в коем случае Не должны ходить на выборы Которые они организуют Ну как бандиты, убийцы, негодяи Организуют выборы А вы туда пойдёте И будете голосовать За разумное, доброе, вечное Ну это надо быть полным идиотом Чтобы поверить Что на этих выборах Что-то разумное, доброе, вечное Вообще может быть утверждено Прямо противоположное будет утверждаться У них задачи Прямо противоположные этому И вы пойдёте на выборы Решать свои задачи Да ничего подобного у вас не получится Вы будете просто соучастниками Деятельности вот этих негодяев Коль скоро государства нет Нам надо это государство вырастить Хотя бы в своём собственном мозгу В своей собственной душе Мы не должны исполнять эти законы Кроме как под угрозой Только насилие нас может заставить Выполнять их подлые законы А мы их не можем заставить Выполнять законы Попробуйте хоть раз это сделать Например, против вас Совершено противоправное деяние Что вы будете делать? Вы обратитесь в полицию Попробуйте Результат будет Я предсказываю 99% случаев Бумажки будут оформлены И то навряд ли Сложены в папочку А вам будет отвечено Что никаких причин Для вмешательства Правоохранительных органов Нет Вам откажут В возбуждении уголовного Или административного дела Всё равно Вам просто откажут Просто откажут Это в лучшем случае А так даже не заметят И не ответят Ну поверьте Вот Много раз проходил Эту процедуру Каждый раз Стремясь к тому Чтобы преступник Был наказан Всегда и всюду На стороне преступника Выступает суд Прокуратура Следствие И местная полиция Всегда Только на стороне преступника Только Ну вот будет труп Они конечно будут искать Откуда он взялся Кто убил Да И вот Если убийцу найдут То может быть Его посадят То есть В самых радикальных случаях Таких уж Предельно радикальных Там нанесений Увечий Каких-нибудь Там Если на лицо Преступление Вот Или там С поличным Прямо взяли На глазах у людей И так далее Если более сложная ситуация Они даже не будут Расследовать ничего Зачем они не для этого созданы Нет государства Поэтому нет Это вот полиция Название есть А она не действует Она против вас будет действовать То есть будет Если чиновник даст поручение Они до вас докопаются Доберутся В любом случае Даже если у вас там Бумажка есть Это моя собственность Отнимут без проблем Если чиновник укажет Потому что чиновник Не соблюдает закон Он не заинтересован в том Чтобы закон был Соблюден В вашем отношении Он В свою пользу Закон может использовать В вашу пользу Никогда И если он положит глаз На вашу собственность Или даже на вашу жизнь То собственность будет отнята Жизнь будет Настолько Тяжелой Что вам может быть И жить-то не захочется Поэтому наше дело Объединяться Объединяться Восстанавливать государство Хотя бы меж собой То есть Если нет писаного права Которое позволяет нам Создавать это государство Что мы должны создать Какую-то нравственную атмосферу Между собой И те принципы Которые заложены в христианстве Те заповеди Соблюдать хотя бы между собой Вот внутри своей общины Внутри русской общины Давайте мы Себя считать русской общиной Мы русские люди Люди русской культуры Должны опираться На эти нравственные принципы Внутри своей общины Не убей В любом случае Какой бы ни был конфликт Не убей Это уж самое Самое примитивное Самое простое И не возжелай ничего То что есть у другого В русской общине Вот тот кто в русскую общину Входит И так далее Все эти вещи Общеизвестны И повторять их Конечно можно Потому что почему-то Постоянно забывают Но в таких подробностях Я не могу это делать Это все-таки Дело проповедников Тех честных Православных Священнослужителей Которые вот Не занимаются этим Сатанизмом В которые впал Так называемый Патриарх Гундяев И все его окружение И промолчавшие Предавшие Христа Священники Которым лишь бы Занимать Своё Своё теплое местечко И как-то жизнь прожить Они клялись В верности Христу А на самом деле Они в верности Кому угодно Только не Христу Своим личным интересом И вот этой вот Сатанинской группировки Путин плюс Гундяев Вот замечательный тандем Замечай Вот это настоящий тандем Русофоб И христопродавец Вот на высшие посты Возведены Один по делам Православной Церкви Другой по делам Тех жителей Которые случайно Оказались на этой территории По своему несчастью И он их будет истязать Один одних истязает Другой других Один придает веру Христу Другой придает Русские национальные интересы Замечательная компашка Собралась Мы что с ними заодно будем? С ними вместе? Нет Мы должны быть заодно Меж собой Без них По возможности Нам будут всячески мешать Нам будут вмешиваться Во все наши проблемы Будут залезать к нам в душу Через телевидение Будут вторгаться в наше жилище Входить без всяких на то оснований Будут проводить обыски Будут нас ссорить Будут распространять Лживую информацию Но мы между собой Не должны Не должны переходить Эти границы Которые Нравственный принцип Для нас создан У нас нет государства Надо признать это Русские превратились В народ Лишенный государственностью Как вот палестинцы Но палестинцы там Годами и десятилетиями Дерутся за свое государство Немцы Мечтали Ждали Момента воссоединения И воссоединились Так я думаю Палестинцы получат Своё государство Рано или поздно Если конечно Их всех не перебьют Или в них вот этот волевой импульс Не исчезнет А мы русские Должны отвоевать Своё государство Должны его восстановить Восстановить в полном виде Сейчас от него не осталось Ничего вообще И все кто Служит так называемой РФИ Это обслуживающий персонал Акционерного общества Российской Федерации К России исторической К России русской Все эти люди Не имеют никакого отношения Они являются врагами Русской государственности И русского народа Мы должны четко Определить эту границу Между нами и ими Они-то определили Они четко поставили границу Они пишут законы для нас А для себя Обеспечивают все что угодно Для своих все Для остальных по закону Если получится А если им нужно будет что-то Из того что они называют все То они у нас возьмут Без всякого закона Как они действуют сейчас Там приватизацию И разные прочие дела Там списание долгов Например Узбекистану Все это делается тихо Одним рощерком пера У нас никто не спросит Наши деньги у нас забрали А потом кому-то их отдали И простили Замечательное поведение Они так и будут себя вести В дальнейшем Мы не должны к этому Иметь никакого отношения Мы должны их считать Преступной группировкой Мы должны мечтать о временах Когда эта группировка будет Не только объявлена преступной И не только посажена в тюрьму Но и все принципы их деятельности Перечеркнуты Они исторически названы Преступниками Бандитами Убийцами И все остальные определения Должны быть им даны И эти определения Будут справедливы А мы должны восстанавливать В самих себе Государственную власть Государственное мышление Правосознание Надо жить по праву По праву Которое записано Но выше права Чтить в себе нравственный закон И тогда мы будем По-настоящему русскими людьми И тогда мы Будем иметь По крайней мере Надежду на восстановление Русской государственности Русской национальной власти К этому мы должны стремиться В едином русском движении 1 мая Русская весна Мы должны Выйти все По российским городам Мы должны Выйти все Русские люди Собираться Не вышел Значит считай Что ты с предателями Равнодушен К русскому движению Пал духом И хочешь Других заразить Своими Упадническими настроениями Значит ты Вне русской общины Вся русская община Должна выходить 1 мая Создавать оргкомитеты Подавать заявки Поскольку По-другому у нас Нельзя По-другому Мы будем Подвергнуты Насилию И выходить На шествия Митинги Если все запретят Выходить В одиночные пикеты За свой счет Никто у нас Спонсоров не будет У нас нет Олигархов Спонсоров Все олигархи Это люди Нам враждебные Они поэтому Враждебны Что получили Свои капиталы От этой воровской власти За свой счет Придется Из своих Жалких зарплат Делать плакаты Делать баннеры Флаги Древки делать Удочки Покупать На которых Мы чаще всего Носим флаги И выходить Выходить 1 мая Русская весна В каждом городе Должен быть создан Оргкомитет И люди должны выйти С какими лозунгами Да самыми обычными Россия Русскую власть Долой олигархический режим Национализация власти И собственности олигархии Это все понятно Любому Любому русскому человеку И нерусскому тоже И нерусские люди Пойдут вместе с нами Если мы будем заодно Почему нерусские не с нами Потому что Мы не заодно Вот давайте Русским миром Всем русским миром А это мы Русские люди Всем русским миром Выйдем заодно 1 мая выйдем 4 ноября выйдем Будем выходить постоянно До тех пор Пока русофобская власть Не падет И никаких шашней Никаких дел Никаких соглашений С русофобской властью У нас только один Для них Лозунг есть Вон Уходи Прочь В тюрьму Все Никаких других Никаких соглашений Они наши враги Отныне и до веку Пока они существуют Или пока существуем мы Мы должны бороться За русскую национальную власть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok